Меня зовут Роман, и я Java Developer в Ник Солюшн. В последнее время я работаю над такими проектами, которые включают в себя Hadoop. Поэтому я хотел бы поделиться с вами своими наработками, своим опытом, своими впечатлениями о том, что же это такое, как с этим жить и зачем это вообще нужно. Речь пойдет о бач-процессинге Big Data с использованием Hadoop. Мы попробуем в первую очередь разобраться, какую же проблему перед нами поднимает Big Data, как это может быть полезным и самое главное, что же с этим всем делать, используя Hadoop экосистем. Наши цели на сегодня это понять, что такое Big Data, как определить, это просто большие данные, имеется в виду большой, огромный файл, большая таблица, или это все-таки что-то, что можно вложить в понятие Big Data. Также определить, почему и чем может быть полезен Hadoop в этом, и как с этим всем жить, как с этим всем бороться, как с этим работать. Давайте представим, в современном мире практически все является информацией. Много различных устройств, сенсоров, гаджеты, те же социальные сети. Применение данных тоже разнится. Медицинские данные интересны больницам, докторам. Им интересен анализ этих данных, им интересен доступ к этим данным, им интересен опыт делиться этими данными. Социальные сети могут привлекать рекламные агентства, которые будут заинтересованы в том, чтобы провести анализ, какие продукты в тренде, что происходит, угадать настроение покупателей. Да, действительно, это полезно, но как это определить? Вот вся информация, которая выдана, выдана вот этими источниками, является ли она Big Data? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас работал с Big Data? Кто-нибудь пробовал настраивать Hadoop хотя бы экспериментально? Поднимите, пожалуйста, руку. И как ваши впечатления? Для начала, вот в чем мой основной такой вот concern, что очень важно определить, что же такое Big Data, потому что нет смысла процессить на Hadoop что-то, что можно сделать по-другому. Это достаточно большая система, и тратить усилие на поддержку, разворачивание вот этого всего не стоит. Давайте определимся, что же Big Data. Это не только большие данные. Три основных признака Big Data – это объем. Да, действительно, Big Data должна быть большой. Также вторым признаком является, что данные не имеют одной какой-то особой структуры. Это не структурированные данные. Это данные, которые попадают к нам в систему, и у них нет общей схемы. Третий признак – это что вот данные, данные Big Data, которые не структурированные, которые большие, они постоянно прирастают, они постоянно генерятся. Это не статические данные, это данные, которые находятся в динамике. И вот по вот этим трем признакам мы можем предположить, что да, действительно, вот сейчас этот кейс – это Big Data, а не просто большой огромный файл, либо большая огромная база данных. Чтобы было проще, я приведу вот такой вот кейс. Он максимально упрощен. Это то, что мы делали, действительно, это то, что сейчас свертится на продакшене, но с очень-очень-очень урезанным функционалом и максимально упрощен для того, чтобы это было доступно и возможно объяснить в течение этого часа. У нас есть пациент. Пациент в прошлом месяце обращался в какую-то больницу A. На прошлой неделе он попал в больницу B. Сегодня он пришел в больницу C, и доктор в больнице C очень был заинтересован в данных, которые собраны в предыдущих двух. Это анализы, это различные назначения, это различные заключения врачей, различные снимки. Все-все-все это действительно могло бы помочь доктору принять какое-то решение, как можно лучше полечить нашего пациента. Проблема в том, что у каждого из госпиталей разные системы менеджмента пациентов, у них разные базы данных, они хранят в разных форматах, и системы не взаимосвязаны. Что же делать в таком случае? Нам бы хотелось получить все эти данные, собрать их в каком-то месте, подготовить и предоставить госпиталь УСИ. Опять же, данные разнятся форматом, и госпиталь СИ не сможет, система госпиталя СИ не сможет обслужить и заинжестить себе полностью данные, которые придут из других госпиталей. В этом примерчике всего два. Но давайте представим, это может быть и сто, и тысяча, и более. Плюс это не всего лишь один пациент, это миллионы пациентов, которые постоянно генерят и продюсерят вот эти медицинские данные. Для решения этой проблемы нам подойдет Data Lake концепт. Что же такое Data Lake? Это еще не Hadoop, но часто Hadoop употребляют как синоним Data Lake и наоборот. Data Lake – хранилище неструктурированных данных. Туда мы складываем все данные, которые нам могут быть пригодиться, полезны, которые мы можем проанализировать, что-то с ними сделать, провести какие-то операции, извлечь какую-то пользу. Собственно, данные стекаются из различных сфер, данные хранятся в том формате, в котором они поступили. То есть мы всегда храним исходную копию данных, не меняя формат. Мы не применяем никакую схему на момент записи. Все данные попадают в виде файлов, сохраняются в Data Lake, и уже потом мы применяем какую-то схему, как-то их структурируем при чтении, чтобы преобразовать и предоставить какую-то пользу, принести какую-то бизнес-идею, воплотить ее в жизнь. Предоставить доступ для анализа этих данных, предоставить доступ для статистики, предоставить для визуализации. Тот же доктор хочет видеть эту информацию о нашем пациенте и, проанализировав ее, предоставить лучшие услуги. Наш файлов будет собрать из различных баз, сохранить их в одном месте, как-то сагрегировать и предоставить информацию о нашем пациенте, о пациенте Греге, который пришел в госпиталь Си, и доктор из госпиталя Си хочет это увидеть. Почему для этого стоит использовать Hadoop? Во-первых, Hadoop — это распределенное хранилище, которое легко можно масштабировать горизонтально, добавляя больше машин. Это не обязательно дорогостоящее оборудование, это может быть достаточно дешевое оборудование. И добавляя определенные боксы, мы просто увеличиваем размер нашего хранилища без особых усилий. И плюс же это распределенные вычисления. Каждый добавленный сервер будет не только определять, увеличивать наше хранилище данных, но и давать полезный прирост в производительности при вычислении, при агрегации этих данных, при манипуляциях с данными. Вот небольшой слайдик с Hadoop-экосистемой. Мы познакомимся по чуть-чуть с каждой из них и не будем этого делать. Потому что Hadoop-экосистема, она достаточно огромная, ее достаточно сложно конфигурить. И многие из них, из предыдущих квадратиков являются конкурентными и не всегда их стоит применять совместно. Существует три самых топовых дистрибутива Hadoop. Кроме них есть и другие, которые поставляют экосистему уже в собранном виде, в том, в котором она чаще всего будет использоваться и предоставляют свою поддержку. Это Клаудера, Маппер и Hortonworks. В своих проектах я работаю именно с дистрибутивом Hortonworks. Это развернутая система, которую нам оказывают поддержку, и есть отдельная команда, которая занимается конфигурацией и менеджментом самого кластера, самого Hadoop. В чем плюшка? Если хотите попользоваться, попробовать воспроизвести то, что мы сегодня будем делать на демо, вы можете пойти на их сайт, скачать образ сэндбокса. Это может быть как VirtualBox, так и Docker. Что вам больше подходит, выбирайте. Установив и запустив этот образ, вы получите маленький кластер. Это всего лишь однонодовый кластер, но на нем установлены самые популярные сервисы, сервисы, которые входят в дистрибутив. И вы сможете попробовать что-то запустить, пощупать его. Что же входит в дистрибутив? В дистрибутиве есть часть, которая отвечает за insert данных в наш data lake, базовая часть, которая собственно ядро Hadoop, дюайные интерфейсы, сервисы, которые позволяют управлять безопасностью, и операционные сервисы, скеджулеры и разные. В основе всего, конечно же, лежит HDFS. HDFS, Hadoop Distributed File System, в чем ее плюшки? Опять же, она распределенная, она легко скейлится горизонтально, и она отказоустойчивая. То есть наращивая каждые боксы, и благодаря… мы можем увеличить объем самой системы, то есть увеличить объем доступных данных, которые мы можем сохранить. Плюс благодаря резервированию и репликации мы получаем отказоустойчивую систему, поскольку если даже половина кластера выйдет из строя, у нас данные среплицированы на другие боксы, они доступны, наша система продолжает работать. Следующие два неразрывно связанных компонента – это YARN – сервис, который ответственный за менеджмент ресурсов, доступных в кластере, и MapReduce. До Hadoop 2.0 это был один сервис, и все компоненты Hadoop для выполнения вычислений должны были использовать только MapReduce. Но в версии 2.0 эти компоненты разделили и разделили логику MapReduce и YARN. Что же это такое? Во-первых, YARN – сервис, который ничего не знает о логике, которую вы хотите выполнить на Hadoop. Он лишь знает, где есть доступные ресурсы, может создать вам контейнер и передать, чтобы вы выполняли свое приложение в этом контейнере. Имплементация MapReduce на Hadoop повторяет парадигму MapReduce, которая реализована в принципе везде. У нас файлы, которые попадают в HDFS, они прежде всего разбиваются на части и сохраняются на разных нодах. Соответственно, YARN создает контейнеры на этих разных нодах, и мы параллельно в распределенном виде выполняем операции, которые запрограммировали для MapReduce. Первый степ – это Map. Map – операция, которая ответственна за то, чтобы прочесть наш файл, где бы он ни находился, извлечь, распарсить данные и создать ключ-значение пары. После этого эти ключ-значения пары копируются на файловую систему обратно, и теперь в роль вступает Reduce. Задача Reduce – взяв вот эти отсортированные, сгруппированные ключи и значения, и выполнить калькуляцию по ключам. MapReduce достаточно сложный. Честно говоря, я не писал именно на чистом MapReduce интерфейсе какие-то имплеменциационные штуки. Для таких сложных вещей, для сложной логики мы используем каскадинг. Что такое каскадинг? Каскадинг – это фреймворк, это API, которая позволяет, это абстракция над MapReduce и другими engine, поскольку имея YARN, мы не ограничены лишь MapReduce, другие парагигмы распределенных вычислений тоже имеют место быть. Чем хороша абстракция? Тем, что мы независимы от имплементации. Если у нас будет другой engine для выполнения, мы отлично поменяем имплементацию и, не переписывая никакой код, получим другой алгоритм вычисления. В каскадинге есть понятие source, pipe, sync. Что это значит? У нас есть источник данных, то есть какой-то файл, который находится на HDFS, внутри которого есть какие-то данные, и мы можем на эти данные натянуть какую-то схему. Мы говорили о том, что данные в момент записи не структурируются, но на этапе чтения мы можем рассказать коду, как нужно прочитать наши данные, какую схему их вычитать. Далее мы строим, берем трубы, они действительно так и называются, pipe. Это объекты, из которых мы собираем наш поток, в течение которого мы трансформируем, фильтруем, применяем другие агрегации. И в итоге мы записываем все обратно на файловую систему при помощи SyncTap. Опять же, уже здесь, уже здесь мы передаем схему, мы указываем, как мы хотим, потому что эти данные уже сагрегированы, мы их как-то обработали, мы знаем их схему, мы можем это записать. Пайпы бывают разные, назначение каждого пайпа для определенных специфических действий мы просто выбираем пайп, применяем к потоку, передаем туда дополнительные конфигурационные параметры, конфигурационные объекты, получаем на выходе нужный нам формат, нужный нам пользу и все такое. Итак, вернемся к нашему кейсу. Пока мы с вами разговариваем, Грега никто не лечит. Но госпитали прислали нам информацию. Первый прислал в виде Джейсона. Но он прислал в виде Джейсона, ну скажем так, не совсем удобно, не совсем структурировано. Это сейчас вы видите развернутую схему, но госпиталь нам прислал Джейсоны построчно. Это один файл, в котором множество Джейсонов, эти Джейсоны записаны построчно. Здесь у нас есть patient ID, имя пациента, другая информация о пациенте. И то, что нас интересует, это результаты лабораторных исследований, где у нас есть тип, по которому можно определить по коду, какой это был результат, какой это был анализ, его результат и когда он был сделан. Это один госпиталь. Второй же прислал нам CSV формат. И здесь значительно меньше информации, но опять же, здесь есть все необходимое. Здесь для каждого лабораторного анализа и когда у нас есть тип, результат и время, когда он был сделан. Также имя и пациент ID. Что нам с этим дальше делать? Будем писать программу, используя каскадин фреймворк. Это обычный мейн метод, который принимает параметры. Первый параметр – это путь к JSON файлу, который прислал нам первый госпиталь. Второй – это путь к CSV файлу от второго госпиталя. И output path – это то место, где мы хотим сохранить сагрегированные данные. После нашей обработки то, куда мы запишем. Target. Четвертый параметр – он специфичный. И это параметр, который позволяет на лету во время вызова программы подменять тот или иной серс. То есть я остановлюсь на этом подробно, но просто запомните, что с помощью этого параметра мы подменяем имплементацию и мы можем выполнять этот код как на локальной файловой системе, так и на Hadoop. Дальше. Первое, что мы делаем, это инициализируем flow definition. Это описание того потока, который у нас будет. Мы инициализируем flow definition. Flow definition у нас будет содержать информацию о том, откуда мы вычитаем данные, как мы их хотим обработать и куда мы хотим записать. Далее создаем два тапа для чтения наших файлов, которые на HDFS. Тапы содержат информацию о том, где же файл находится, и мы туда передаем схему о том, как же файл прочитать, какие филды мы хотим получить из этого файла. В первом случае для JSON это будет, для начала это будет просто строка. Во втором мы передаем набор филдов. CSV файл, CSV тап легко читается по набору филдов. Вычитываем вот как есть. В результате мы хотели бы получить слияние вот этих двух файлов, приведение их к одному формату и получить результаты, которые будут содержать данные из двух больниц. Выберем в этом случае CSV файл нам, формат CSV файла нас полностью устраивает, он предоставляет все необходимые данные, поэтому мы постараемся привести JSON, который у нас inline, к формату CSV и соединить вот эти два файла, используя каскадинг фреймворк. Далее. Мы определили источник, откуда прочитать и какую схему применить к этим двум файлам. Мы инициализируем для них пайпы. Это и ассоциируем пайпы и тапы в flow definition. Мы говорим, откуда будет поток и как он будет выполняться, как он будет протекать через пайп. То есть, к нашему файлу мы подсоединили, грубо говоря, трубу и будем вливать эти данные сюда. Что же происходит далее? Далее мы берем специфический пайп, оборачиваем его в each. Это операция, которая позволяет нам применить для каждой записи нашу кастомную функцию expand.json и посмотрим же, что она делает. Это очень простая функция, которая extended base operation и implemented function. Реализация одного метода обязательно operate flow process. И здесь мы описываем то, что на вход мы получаем одну строку. Мы получаем одну строку. Мы распарщиваем этот json, превращаем его в объект, в podjo и уже на основании podjo заполняем согласно нашему списку филдов, заполняем по порядку нужной информации. Если вспомните csv файлик, там как раз и был patient ID, type, result и когда perform.dtm, когда анализ был сделан. Передав таким образом, мы подсоединили пайп к нашему изначальному пайпу, пайп, который должен сагрегировать данные. И вторым степом мы делаем слияние этих двух пайпов. После того, как мы преобразовали их к одному и тому же формату, мы спокойно можем объединить их и записать в один источник. Собственно, данная картинка иллюстрирует, что же происходит. У нас есть кран, из крана данные попадают в трубу, дальше один поток данных агрегируется и сливается со вторым. После этого ничто нам не мешает создать tab, и передать туда output path, то есть плюс схему, в которой мы хотим видеть эти данные. это будет csv, это будет output path, простите, который мы передали как аргумент в main method, и это будет схема result field. Мы добавляем это все в flow definition. Далее. В flow definition нужно как-то, это всего лишь описание, описание того, что бы мы хотели, чтобы происходило с данными. Flow definition само по себе никак не меняет данные, никак не работает с данными вообще. Но при помощи коннектора flow definition транслируется в непосредственно в зависимости от имплементации в код, который будет выполнять непосредственно этот сам процессинг. Он может быть заменен как на local flow connector, это для того, чтобы мы могли локально выполнять, выполнять его на своей файлой системе без необходимости субмитить джобу на ходу. создав коннектор, создав flow, мы соединяем эти две вещи и запускаем. Вот здесь уже будет сгенерено построено дерево выполнения той логики, которую мы описали нашими пайпами, тапами. Давайте теперь этот код запустим. Вот наш main метод, о котором я только что рассказывал. Здесь у меня находятся также два файла. Это json файл. Как видите, он не совсем структурирован. Это построчный json файл, формата, который я перед этим показывал. Информация о пациенте плюс лабораторные результаты. И второй файл это csv файл. Опять же формат довольно простого patient id, name, тип результата, значение и так далее. Кроме этого, у меня есть простой юнит тестик, который берет эти два файла, передает пас в main метод, указывает как output build output csv и говорит, что в этом случае мы будем использовать локальную имплементацию тапов и flow коннекторы. Он выполнил довольно быстро, файлы не огромные, для демо это было бы довольно затратно. И теперь мы видим, в принципе, формат ничем не отличается, но здесь данных намного больше, поскольку сюда добавлены данные из json. Локально это все хорошо, это помогает в каких-нибудь ситуациях, когда нужно подебажить, но как бы хотелось попробовать что-то задеплоить на ходу. Но перед тем, как сделать это, нам нужно поговорить еще о нескольких вещах. То есть, да, у нас есть программа, у нас есть код, который выполняет нужное нам действие, но у нас недостаточно инструментов. Мы можем задеплоить его из команд лайна, сделать один сабмишн, но как бы госпитали не один раз делают анализы, хотелось бы получать это все каждый день и полечить не только Грега обновлять, получать обновленные данные и делать это по расписанию. Здесь на помощь к нам приходит Узи, это scheduler, который включен опять же в HDP, дистрибутив Hortonworks и то, что делает Ози, он автоматизирует сабмит задач, он структурирует их, строит какую-то логическую цепочку, что затем должно было быть выполнено и добавляет возможность задать расписание такого выполнения. Основные компоненты это workflow и координатор. Action составная часть workflow. Workflow позволяет описать логическую цепочку и дерево action. В зависимости от выполнения каждого action мы можем перейти к следующему и используя условия определить какой же этот следующий будет. Координатор делает две основные вещи. Во-первых, он по расписанию просыпается, выполняет проверку о том, что все условия соблюдены, то есть у нас в системе лежат все необходимые input данные и можно стартовать workflows, что собственно после успешной проверки он и делает. Bundle это скорее честно говоря мы не используем этого и это основное его назначение просто сгруппировать координаторы workflow и в случае чего все это совместно развернуть. Имеет право на жизнь, но как я говорю не используем. Это XML перед вами XML описание нашего workflow, который сделает submit кода, который мы рассматривали выше и выполнит его при помощи узи scheduler. Здесь как мы видим всего лишь один action это java action и выполнение main метода с передачей параметров ничего сложного в случае успеха он этот workflow будет иметь статус success и успешно завершится в случае если произойдет что-то непредвиденное файлов что-то пойдет не так. Мы увидим статус этого workflow как error. Вот. Двигаясь дальше все это мы будем делать с помощью user интерфейса который опять же доступен из коробки user интерфейс это амбари. Что такое амбари? Амбари это сервер с вебной частью который может отследить все статистические данные по каждому боксу который находится у нас в кластере он также может помогать в конфигурировании и добавляет user интерфейсы для различных тулзовин собственно теперь мы на это все и посмотрим у меня локально развернут докер контейнер как я уже сказал с Hortonworks и сейчас я зашел в амбари как вы видите на первой странице здесь описание всех сервисов которые включены их состояние статистика по кластеру различные конфигурационные возможности которые предоставляет нам здесь UI на данный момент нам интересен больше приложения отсюда мы можем через при помощи UI просмотреть что же у нас находится на файловой системе я предварительно чтобы сэкономить время скопировал сюда данные точно такие же как мы использовали локально в этом легко убедиться вот один CSV файл и второй JSON файл они находятся в Java дейта директорию видно да так кроме этого предварительно я сюда скопировал workflow XML который мы рассматривали это описание собственно нашего workflow параметры для нашего экшена и folder lib скопировал джарник скопили на проект вот здесь output с предыдущего я его удалю чтобы он нас не смущал и очищу корзину отлично теперь мы переходим непосредственно на саму workflow менеджеру то есть месту где мы это все будем параметизировать и сабмитить для выполнения для этого создадим workflow заимпортим его непосредственно из шареной файловой системы синт джава 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 workflow xml есть опять же это все тот же workflow никакой магии он ссылается на жар файл вызывает метод мейн класса и передает параметры скажем имена файлов которые мы хотим использовать дайте вопрос Отмечаем, что мы хотим, чтобы этот workflow выполнился сразу после того, как мы сделаем submit и идем проверять статус выполнения. Это достаточно долгая задача. Это, как уже было сказано, больше batch processing, чем real-time. Представьте себе, что в этом случае ему нужно пойти на кластер, скопировать все необходимые ресурсы, получить контейнеры, инициализировать контейнеры, инициализировать приложение распределенно на всех контейнерах, которые зарезервированы для выполнения, и, собственно, это не супербыстрая задача. Отлично. Наш процесс завершен. Здесь мы можем увидеть степы, по которым он выполнялся, просмотреть логи, просмотреть конфигурацию workflow, изначальный definition. Отлично. Теперь давайте пойдем все-таки на файловую систему и убедимся, что файл у нас есть. Вот наш output и вот наш all hospitals. Но это фолдер, и здесь находится h4 файла. Как думаете, почему? Да, совершенно верно. Это потишины, и если вы были внимательны, то поскольку это всего лишь однонодный кластер, это sandbox, то смысла особо делать потишины нет, но у меня было указано в конфигурациях создание четырех потишинок. Отлично. То есть у нас успешно получилось создать и выполнить наш код, сжойнить два файла, которые имеют различный формат, в один, привести их к одному виду, чтобы мы могли дальше это все обрабатывать. Что же мы будем делать дальше? Перед тем, как пробовать еще что-то, собственно, степ, который нам остался, это дать возможность получить эти данные доктору, который сидит и ждет в госпитале Си, когда же я уже получу эти данные, чтобы иметь возможность полечить нашего пациента, Грега. Следующий инструмент, который мы попробуем, это Hive. Нет, не Hive, Hive. И Hive штука, которая позволяет нам выполнять SQL-запросы на Hadoop. то есть здесь есть и привычный GDBC, можно делать это с команд-лайна, можно делать через UI-интерфейс, есть основа Hive, которая распальсит наш SQL-запрос. В случае необходимости обратиться в реляционную базу, где хранятся не данные, а лишь описание, метаданные, описание о том, как читать, где находятся какие файлы и как эти файлы просчитать, как привести их к какому-то стандартизированному виду. После этого будет оптимизирована квери, создана MapReduce или опять же, в зависимости, какой движок будет за Hive. После этого будет построена MapReduce джоба, она засадмечена на HDFS и будет выполнена. Так, давайте, собственно, это и сделаем. Использовать мы будем снова же интерфейс Ambari. В этот раз мы пойдем в HiveView. Чтобы сэкономить немного времени, я скопирую заранее подготовленный квери и расскажу, что же будет происходить. Прежде всего я хочу удалить таблицу DropTable H, которая могла остаться после предыдущего выполнения, делать это я буду в дефолтной схеме. Следующее так достаточно видно. Следующим дидель стейтментом я создам external таблицу. External таблица значит, что я смогу читать данные из этого файла, но не смогу их не будет привязки не будет непосредственно таблицы к файлу. В случае, если я дропну эту таблицу, данные не пострадают. Передаю схему собственно колонки и тип колонок нашей таблицы и указываю имплементацию, которая будет использоваться для сериализации и десерилизации. В location передаю путь к файлу, путь к фолдеру, который содержит подтишины нашего файла и выполняю обычный селект по условию patient ID нашего Грега. Что-что? О, да. Спасибо. Вот. Наконец-то я попал. И вот мы видим в аутпуте все записи. Эти записи пришли из обоих файлов. Вот мы видим запись по perform.dttm, по perform.date. Мы видим записи, которые были сделаны месяц назад, записи, которые были сделаны неделю назад. Собственно, таким образом наш доктор в госпитале ESC может получить информацию. Естественно, это будет какой-то сервис, которым он будет пользоваться, но тем не менее способ достать эти данные существует. Как я говорил, это достаточно реальный кейс, но он упрощен для демонстрации. Так, и перейдем к выводам. То есть, таким образом, мы получим два из двух разных источников сета по-разному структурированных, не структурированных данных смогли их объединить и предоставить какой-то интерфейс для получения, для выборки из этих объединенных данных. Это лишь краткий обзор возможностей, которые предоставляет Hadoop их тьма. Это колоссальная экосистема с колоссальными возможностями, но стоит также помнить о том, что конфигурация самого кластера, конфигурация самих сервисов, которые предоставляет эта экосистема, это достаточно трудоемкая задача. Очень много различных тулзовен, которые нужно увязать между собой тьма конфигурационных параметров и вообще Hadoop очень мощная штука. Hadoop предоставляет очень огромные возможности работы с Big Data, но это будет вред, если вы будете использовать его не для Big Data. Если у вас Big Data, да, вам сюда. если это файлы поменьше, файлы, которые не имеют признаков Big Data и они спокойно влазят в какую-либо другую систему, которая у вас есть, вам не стоит этого делать. Ну, в целом у меня все, по-моему, ничего не выпустил из того, что хотел, по крайней мере. Есть вопросы, пожалуйста? Так, коллеги, одну секундочку, так как у нас идет съемка, дождитесь микрофона. Скрытая съемка. Спасибо за доклад. У меня два вопроса. Первое, насколько я понял, каскадинг используется все-таки для стриминг-процессинга, а не для башинг? Почему? Нет, это баш-процессинг. Смотрите, у нас есть данные. У нас есть стрим, который имеет строго определенный размер. Размер бач. Я правильно понимаю? Сами концепции пайпинга больше подходят для стрима, чем для бача. Все равно это стрим, который мы конфигурим, который мы рассказываем, как данные пройдут по вот этому потоку, но резолвится это все при помощи флоу-коннектора, оно резолвится в бач-процессинге, это будет мап-редюс джоба, который засубмитится. Мап-редюс джоба, да, но все-таки у нас input может быть неограничен. Не файл какого-то определенного размера, а, например, поток твитов бесконечный. Но здесь, ну, тогда здесь каскадинг не подойдет. Не подойдет. То есть я ошибаюсь, все-таки не для стриминга процесса. Нет, не для стриминга процесса, это бач-процессинг. И второй вопрос, как каскадинг работает с отказоустойчивостью, с фейлами? Смотрите, каскадинг сам по себе никак не работает с фейлами. То есть если у него бэкенд на хадупе, при фейле одного какого-нибудь таска, мапа или редюса, будет выполняться все заново? Вот. Сам каскадинг не будет работать с фейлами. Будут работать с фейлами мап-редюс джоба, которые будут засубмитены туда. Сами мап-редюс джоба они отказоустойчивы. То есть есть ап-мастер, который ранится в контейнере выделанном, ярном, и этот ап-мастер ответственный за определенные куски, определенные контейнеры, где ранится вот наш аппликейшн. Вот здесь будет отказоустойчивость, но сам каскадинг это просто фреймворк, это API, который позволяет нам задефинить флоу, и он будет зарезолвен какие-то джобы мап-редюс джоба, которые уже по своей сути отказоустойчивы. Хорошо, я понял, спасибо. Спасибо за вопрос. Так, вот тут еще с этого сектора вопросы. У меня тоже есть два вопроса. Вот вы говорили, что ходу работает с неструктурированными датами, да? Да. Я хотел просто уточнить, неструктурированные они в смысле из разных источников или есть ли технология работы с неструктурированными данными из одного источника? Ну, например, когда из одного источника приходит один джесон, потом чуть-чуть отличается от следующего джесона и так далее. А, ну, это уже задача ходу предназначен, мы записываем один раз, да? Вот мы записали, взяли файл, да, есть возможность стримить данные непосредственно в ходу, но это будут либо джесоны, которые отличаются, ну, вот смотрите, сейчас, все равно в итоге нам нужно знать схему, нам нужно знать, как мы хотим вот эти неструктурированные данные преобразовать в какую-то схему на момент чтения, на момент записи мы можем записать все, что угодно, мы можем записать файл там с джейсонами, которые имеют различный формат, добавить туда кусок csv и все такое, но потом на момент чтения нам придется бороться за схему, за стандартизацию вот этого, будет это там, мы будем выискивать что-то регэкспом, будем читать посрочно, пробовать преобразовать джейсон, если нет, пробовать csv, то есть на момент чтения мы откладываем, когда мы записываем в ходу, все заботы записываем в ходу не структурированные данные, все заботы о структуризации мы откладываем на момент чтения, то есть нам там что-то нужно будет придумывать. Спасибо. И второй вопрос, Big Data, вы говорили у нее три этапа работы с Big Data, это сохранение, структурирование и предоставление уже данных, какая из этих частей является наиболее трудоемкой Big Data? Сложно так сказать, были различные задачи, были клиенты, из которых было намного сложнее получить данные, чем это все ситуационно. Индивидуально. Да, то есть иногда структурировать сложнения, иногда придумать, как же мы доставим эти данные, как мы их будем хранить и где мы их сложим. Иногда даже само понимание о том, что нужны нам эти данные в Хадупе вообще или нет, или мы откажемся от них, чтобы не засорять, не делать из нашего Data Lake какую-то свалку. Задачи абсолютно разные. Чаще всего приходится работать с агрегацией, с структурированием, обработкой самих данных. Да. Спасибо. Спасибо за вопрос. У меня тоже есть два вопроса. Можно узнать первый вопрос о масштабах вашей системы в продакшене? То есть интересует примерно представить это количество машин, на которых развернут Хадуп? И вот это первый вопрос. Ну, значит, на продакшене, честно говоря, я помню, что там добавляли. Последнее, с чем я сталкивался, это было 100 хостов, 64 рам каждый и по 12 ядер. Просто еще интересует, как бы, какие вообще проблемы встречаются при разработке на Хадупе? Я имею в виду, данных же много, и они постоянно как бы сохраняются. есть ли проблемы с удалением данных? Как вы их решаете? Ну, с удалением данных как таковых проблем нет, потому что подход такой, то, что мы однажды записали, мы пока не удаляем. Есть проблемы больше конфигурационного характера. Я не зря так опасаюсь больших экосистем, больших, тем больше у вас различных сервисов в системе, тем больше вероятность того, что это приведет к проблеме, это сложнее настроить. То есть проблем с самим удалением данных нет. Больше всего вызывает проблем конфигурационного характера. Вот самые обидные вещи, когда находишь в каком-то фреймворке плюшку, которая упрощает тебе жизнь, ты пытаешься ее внедрить, а потом оказывается, что для этого нужно проапгрейдить какую-то библиотеку. Но вот эта библиотека тащит за собой еще и еще и еще, и в итоге нужно апгрейдить полностью кластер. нужно менять конфигурацию. То есть самые большие трудности это конфигурация, как по мне. Хорошо, спасибо. Кстати, каждый вопрос будет награжден очень ценным призом. Роман, скажите, пожалуйста, а что происходит с данными, которые не подходят под структуру? Например, если в это хранилище сходятся данные разного вида и, например, извлекаются данные и часть не подходит под структуру, которая ожидается. Что происходит с этими данными? Смотрите, тут такая история. Извлекается откуда? Если мы говорим о одном файле, мы описываем, как его структурировать. Допустим, если у нас файл, просто текстовый файл. это колоссально не структурировано. Что нам нужно? Мы хотим посчитать обычный Hello World сэмпл, где мы хотим посчитать в строках, какое слово чаще всего встречается здесь. Мы обрабатываем это построчно, если мы не находим это слово, мы опускаем эти данные и идем к следующей строке, пытаемся найти и так далее, и так далее, и так далее. То есть все зависит от данных, от ситуации. То есть либо мы можем попытаться как-то восстановить, как-то прочитать эти данные, либо мы просто проигнорим и пойдем к следующему. Опять же, что за данные, с какой целью мы обрабатываем, это все очень влияет. То есть по итогу они просто игнорируются, те, которые не подходят и неужели, и все, да? Я не совсем, честно говоря, понимаю вопрос, потому что что значит не подходит? Если вот это все, если вдруг произошла ошибка при чтении, ну вот именно какой-то сбой, да? Вот мы пытались здесь распарсить джейсоны, и если бы один джейсон имел неправильную структуру, там вот, да, мы бы здесь проигнорили. Но это нужно смотреть в приложении, в некоторых приложениях это будет критично, что мы не смогли прочитать одну строку, нам нужно выбрасывать exception, нам нужно останавливать execution и говорить, что нет, это не может быть сделано. Опять же, все. Спасибо за это. Спасибо. Скажите, пожалуйста, собираетесь ли вы переходить на streaming processing, типа Spark, Streaming, Storm или Flink? Если да, то как вы собираетесь переносить инфраструктуру с Hadoop на streaming processing? Спасибо. Хорошо. Есть идеи, есть задачи, для которых мы хотим использовать Spark. Да, но опять же, я бы не называл это прям stream processing, мы, допустим, у того же каскадинга есть планы об имплементации включения в свой API Spark. То есть, по сути, при удачной имплементации они смогут предоставить возможность выполнять. при этом нам не обязательно отказываться от Hadoop. От map producer, от каскадинга, да. Почему мы не можем использовать связки Spark и Hadoop? При этом, что хранилища распределенные, мы добавляем Spark, который, кстати, включен в HDP и используем успешно его. Я ответил на вопрос? Да, вполне, спасибо. Еще один вопросик, если не сложно. А вы не могли бы рассказать, вот такой, знаете, самый интересный вариант, самый интересный случай из вашей жизни, когда Spark, вернее, я прошу прощения, когда Hadoop реально решил, помог какую-то решить проблему, которую другими средствами абсолютно нельзя было решить? Ага. Ну, скажем так, учитывая, вот как я назвал кластер, мы работали с очень большими госпиталями, с множеством объединений госпиталей, и у нас, я уже, честно говоря, не скажу, там, по-моему, доходила до терабайта информация, которая была залита. Даже при помощи Hadoop, это выполнялось вот на вот том инварменте, который я озвучивал, в 100, ну, там было меньше на тот момент, это выполняло, обработка тех объемов данных занимало более двух, иногда три часа, это ежедневно обновляемые данные. То есть, я только могу представить, сколько бы генерился такой репорт на какой-нибудь революционной базе, либо нужно было бы очень мощный производительный сервер, либо строить какую-то распределенную базу. Вопрос, сколько было MAPREDUCE-задач? Ой, MAPREDUCE-задач было, ну, в зависимости от того, насколько свободно, 90% ресурсов доходило до 90% ресурсов всего кластера. Скажу так, собираемся попробовать, хотим попробовать, нам еще нужно проабгрейдить HTTP. ну, согласен, если учитывать, что Spark, наверное, раз в 100 быстрее будет это все делать ими, ну, есть такие планы, да, согласен. Ну, давайте последний вопрос. Здравствуйте, спасибо за доклад, у меня чисто практичный вопрос, на этапе проектирования, что можно вообще предусмотреть, допустим, есть какой-то клиент N, у него был какой-то лендинг, он хочет, там, не знаю, интернет-магазин, и, ну, мы вот не знаем, какие данные нам могут понадобиться, может, логи сервера, может, там, не знаю, логи, там, какой-то базы данных, может, какие-то старые его данные, которые он собрал на лендингах, вот что можно предусмотреть. Вот это хороший вопрос, но в этом и сложность, ну, тут уже нужно, в зависимости от того, о каких данных речь идет и как вы планируете использовать. Если есть, если вот сейчас вы видите какой-то кейс, который в будущем будет полезен, данные стоит хранить, если этот кейс из-за разряда «А, сохраню, а потом разберусь, что с этим делать», ну, как бы, вот это как раз консерн о том, что мы просто засорим даталейк. А скажите, а вообще, как бы нормально это выглядело, вот данные, там, те же вот мы логи, допустим, определили, что, возможно, нам понадобятся там какие-то акции слоги, там, логи к базы данных, и какие-то записи там о старых клиентах. Как их лучше таки оставить, хранить в каком-то, ну, таком, гексагональном виде, нет, это я не то слово сказал, короче, ну, не суть, в каком-то непонятном виде, не структурированном, или их сразу можно в ходу пихать? Решают он такие вопросы? Ну, опять же, все упирается в то, что вот, если есть видение, если есть шансы о том, что эти данные действительно будут полезны, можно запихнуть в том виде, вот, просто сделать экспорт из базы, я не знаю, запихнуть в каком-то не структурированном формате в надежде на то, что мы используем это потом. Спасибо. Я вспомнил слово, гетерогенное, хотел сказать. Я, кстати, могу немножко от себя добавить по вот этому вопросу. У нас есть еще проект, в котором очень много данных, но заказчик еще пока не знает, что с ними делать. Он говорит, пацаны, вы их собираете, а потом подумаем. Ну, вот мы думали насчет ходу, но сказали, нет, мы их пока на S3 сложим и задешево будем хранить, а когда заказчик решит, что он хочет с ними делать, тогда мы уже будем думать по поводу ходу. Если у кого есть еще вопросы, вы можете подойти сюда и Рому лично спросить. Сейчас объявляем кофе-брейк. Все, кто задавал вопросы, могут подойти за ценными призами. И встретимся, я думаю, минут через 15 посмотрим по ситуации. спасибо. Спасибо за